Всем привет! Отправляемся мы в очередное путешествие. Свой автопарк оставили Алисе и Андрею. Без нам всем. Ну, Алиса, скажи, когда мы вместе поедем? А то многие спрашивают. Когда мы уже вместе, когда поедем? Я думал, зубы вставить надо сначала, а потом и вставить. Ну и вставить надо. У нас что, возле туалета? Какое у нас место? 32, 37. Ох ты, на самом конце с тобой летим. Туалет? Туалетника? Практически, да. Возле туалета. Давно мы не летали из нашего аэропорта. Все чаще с Новосибирска. Но вот такой у нас аэропорт. Поднялись наверх. Здесь вот такая зона ожидания. Мне вообще шикарно так, если честно. Лететь из дома. 4 часа и будем уже на море. Заранее мы приехали. 31 место, мы на 32. То есть мы в туалете полетим вообще. Прошли регистрацию. Прошли все зоны контроля. И сидим, ждем теперь, когда... На лыжах. На лыжах, да. На лесу. Ждем, когда вся эта толпа пройдет. В кои веки за нами пригнали автобус. Хотя самолет со всем рядышком. Ехали 2 секунды. Он оттуда. Наконец-то доехали. Авиакомпания «Нартизка» у нас есть такая крутая. Аэробус. Какой аэробус ты посмотрела? 321? 321. Полный самолет. Жесть. Жестокая. Ты готова к взлету? Я уже к посадке готова. Полетели. Земля, прощай. Наташа. Ну как, я пойду, да? Нормально? Ну вот и все. Мы в Сочи. Красота кругом какая. И теплынь. Показывает 20 градусов. Из 4 градусов приехали в 20. Сейчас найти надо Наташу. Куда-то она вперед убежала от меня. Ты куда от меня так убежала? Я не убежала. Я пришла быстрее. Ну и все. Мы в Сочи. Можно одевать очки. Наташа, какие предложения сейчас? Первым делом, что надо сделать? Предложение одно. Добраться до вина. До красного. Нет, надо еще будет сначала заселиться. У нас заселение в 2 часа. По местному времени. Ой, надо, конечно. Это все уже потом. Отговорки, да? Прямо сейчас из себя такого строят. Пионера. Манга, манга, манга. Спелая, сладкая, сочная. Нет, надо добраться сначала. Через полтора часа у нас заселение. Не обидеться. Ровно 5 часов. Мы в зоне выдачи багажа. Сейчас ждем, где наша лента. Берем нашу единственную сумочку. Можно было без нее лететь. Летит уточку. Но взяли еще. Как это мне обратно Чачу повезет? Ну да. Деду. Деду Чачу. И Андрюхе Чачу еще надо привезти. Теряла тебя. О, горе опять. Так ты не теряйся. Иди за мной следом. Потому что я хочу поделаться. Так я боюсь, что придется тебя искать потом долго. Кусь. Вышли. Все уже на море? Да, практически на море. Пальма уже. Только не жарно. Везде пальмы растут. Наташа. Так, что здесь все сейчас? Что-нибудь все идем. Что-нибудь еще идем. О, вон где автобусики. Может на автобусе все-таки? Нет, ладно. Тут ехать все 6 километров. Зато как тепло, как классно. Да, ну, 20 градусов показывает температура. Вообще, шикарно. Ой, не говори. Ну, все равно. Классно. Ну, вот и все. Вы в транспорте, Наташа? Как ты там уместилась? Я пшик лично. Хорошая у вас погодка. Какие развязочки здесь. А вот мы на месте вроде. Выходишь или остаешься? Нет, выхожу, конечно. Забирай. Поездка началась классно. В Сочи на Белой Ладе. Ты скажи, приехали из Сочи, а гостиница как у нас называется? А как у нас гостиница называется? Гостиница называется Марморис. Это город в Турции. Зашибись. Тут еще замок кодовый. А код мы не знаем, да? Будем пробовать сейчас. Оказалось, все проще. Намного здесь все открыто. Пошли. Это у меня вот этот бассейн? Да. Подогреваемый бассейн. Кошка. Будешь купаться в бассейне? Не так же. Здесь первый этаж. Пойду прогуляюсь, осмотрюсь. Пока что здесь есть. О, здесь столовка есть. Кухонка есть. Можно покушать. А, ну у нас же включены завтраки. Даня сказал, что стоит 3000 в сутки. Завтраки включены. Моринди недалеко. Сейчас прогуляемся, посмотрим. Но сначала надо заселиться. 20 номер. О, как здесь интересно сделано. Вот, даже можно на прокат велики, наверное, брать. Поднимаемся вверх. Окна будут на улицу. Пойди, открыто. Только что вышли. Все закрыто. Я думал, здесь уборку у нас сделали. Интересно, что здесь такое. Проверяй постельку. Ты же любишь, чтобы постелька была чистенькой. Да ты что? Ну ладно. По первости можно. Ну вот. Правда, стульчиков нет у нас. Жалко здесь. Почему? Не знаю. Вот один маленький стульчик. Ну попросим. Принесут, я думаю. Народу не так много в отеле. Ну все, размещаемся. Идем куда-нибудь перекусить. Все, Наташа, ты нынче Сусанин, да? А что, тут вот три минуты. Ты не туда пошел, а мне... Собьется. Пошли, я тебе покажу короткий путь, Наташа. И заодно попробуем сейчас водичку. Подожди, я скажу людям. Каким людям? Которые нас смотрят. На самом деле, ну вот для девочек. Ну я купаться. Вода с подогревом. Круфируй. Ну вода тоже. Теплая вода. Так что купаемся сегодня по-любому. Нет, я еще планирую залезть, конечно, сегодня в Черное море, искупаться. Но мы должны дойти до моря, потому что сейчас навигатор у нас Наташа. И она хочет меня до первого винного магазина довести. Солнышко такое яркое. Друзьям из Иркутска. Улица называется Станиславского. Здесь абсолютно не шумно. Парковка есть даже. Парковка есть, можно на кошеринке взять. Тут очень много. Это везде одни гостевые дома. Вот гостевой дом Алиса. Алиса, это для тебя. Ну пошли до магазина. А то я уже кушать хочу, если честно. Самолете не покормили нас. Так о чем мы не стали? Заказывать гречку за 300 рублей не захотели. Вот магазин пивной, зато тут рядышком. А это дом, по-моему, люди просто живут, да? Местные жители. Турсины. И это хурма, Наташа. Хурма? Ага. Хурма растет. Хотел показать, как я вырядился, Наташ. А ну-ка, сними. Да у девчонки тоже раздеты. Все, я уже полностью готов. К чему? К отдыху. К душе и тело. Так, очередной магазин продуктов. Сейчас зайдем. Здесь выбор-то получше. Коньячок есть. Наверное, наверное, навряд ли Массандра будет. Возьми какой-нибудь местный, только красный, пожалуйста. Хорошо? Ну, я смотрю. Давай, что-нибудь выберем. Ну, такая вода здесь 56 стоит, у нас 38. Вот такая я уже сразу вижу разница. Вот шампанские, вина. Опачки, Наташа. Мы будем спать, самолетики будут летать. Вот этого я и боялся. Вот так же самое и мы приземлились. Ну, все, маленько мы взяли. Сейчас перекусим. Отметим. Так сказать, это дело. И пойдем уже на море. Это хурма. Королек. Да? Она висит прямо над головой. Отлично. Но она зеленая еще совсем. Через три дня будем в Абхазии есть. Через три дня планируем до Абхазии добраться. И там, я думаю, будет уже много и хурмы, и мандарин, и лимончиков, и фейхуа. Ты такая голодная, что хлеб ешь. Я люблю хлеб. Ну, давай. Давай, на Сочи. С приездом. Ровно год нас не было. Год назад мы были с Лерой, но сейчас выбрались. Двоем. Мы не в капкане, мы в какой-то как будто яме. Не знаю. Самолет как будто с той стороны летит, да, вот у нас. И смотрите, сейчас он должен вылететь. Но он там вылетит. Нет, он там вылетит. Вон он, красненький, Red Wings. То есть самолетики здесь... Red Wings много летает. Рядом самолетики летают, но их не слышно даже практически. Он только когда на подлете, и то если дверь закроем, то уже не будет слышно. Слушай, я хочу к вам. Ой, классно, да. Винцо вообще шикарное. Купили бутылочку Лацанской долины. Самое интересное, что почему-то Крым... Не крымских, а крымских тоже нет здесь. Кубанских вин нет. Абхазские две бутылочки были, но... Вышли мы на набережную. Помнишь, как речка называется? Мзымта. Реки Мзымта. Вот она такая речка. Опять неполноводная. Так же, как было в том году. Так, вот хотели посмотреть, что за отельчик вот этот. Цитрус? О, точно, Цитрус. Такой отельчик здесь. Вот она, набережная Мзымта. И скоро мы перейдем через этот мостик. И окажемся уже на море, конечно. Да, да. Потому что, смотри, я посмотрел в течение... Мы вот этот пляж ходили прямо. Да, мы прямо ходили, смотрели с Лерой тогда самолеты как садятся. Даша, это такая же собачка, как у Леры? Арни? Нет, совсем. Это не такая собачка? Маленькая, видишь, какая? Маленький шпитон. Прелесть такая. Корчит. Вот столовая есть, южная. У нас тут рядом очень много общепита, кстати. Так что, я думаю, с голоду не помрем. О, здесь беда, стройка идет. Ты тогда ешь? Да, мы вот здесь повернули как раз в тот раз и пошли он туда. Там еще пляжик есть какой-то. Ну, я просто посмотрел... Садятся, Лерка, там еще... Да, я смотрел в тот раз, понимаешь, в течение реки и потом уходит налево. Море это какое-то что-то... Да, вон, самолет выйдет. А море с правой стороны более чистое, поэтому туда и пойдем. А здесь, видишь, набережную вообще закрыли, ремонтируют ее. Ну, вот она и набережная уже. Мзымты, правда, реки практически нет, она пересохла. С той стороны набережная есть, вот куча магазинчиков. Кстати, можно кипочку взять, кипочку-то я как раз забыл. Я, короче, забыл и коралки, и полотенца еще в номере. Ну, придется так купаться. Главное, шорты я одел на себя. Вот рыбки. Помнишь, как эти рыбки называются? Тайские. Зароруха. Да, да, да. Мы их яровом еще с тобой видели даже. Ну, и вот он, мандарин. Сходим сюда как-нибудь обязательно. Попробуем, что здесь вкусненького есть. Таверна такая здесь. Сувлаки, ты же хотела сувлаки. 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 Да, вот еще одна медийная. Ну, почему та же самая фирма просто. Мы там с тобой, где были, где Олимпийская набережная. Вот такая креветка. Ну, потому что тебе еще рановато. Попозже выйтишь. Потому что мы еще не купались с тобой. Вот как раз, смотри, дорожка ведет туда к пляжу, куда море сейчас дойдем. Ребетни здесь куча, да. В самолете сегодня летели, ребетни было очень много. Да, детишек сюда, конечно, классно привозили. Ну, вот оно, море. Пляж. Я не помню, как этот пляж называется. Южный, по-моему, чуть-чуть. Вон туда правее пляж. Да, 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 да. Люди уже накупались по полной программе. О, наш любимый Севен приземляется. Самолеты приземляются каждые пять минут. Да кому сгорит? О, кстати, а загореть-то можно здесь или нельзя? Конец октября месяца. Слушай, албаски-то лежат, голенькие. Купаются, не пугаются, загорать на заготовку. Яблоки. Конечно, надо загорать. Вот он пляж. Ну, а здесь песочек зато. Ну, ладно, искупаться надо, раз мы приехали. Нет, хорошее море, но волна сильная. Сейчас попробую искупаться. По крайней мере, просто кунуться надо обязательно. Люди-то здесь вовсю купаются. Несмотря на то, что волна такая большая. Температура-то я не сомневаюсь, что тепло. Ну, 20 градусов показывает. Градусник. Так, людей очень много. Практически лето. Сейчас где-нибудь здесь. Где? Где будем падать? Все, Наташа разместилась, будет здесь сидеть. А я пойду против солнца. Сейчас я еще ноги сниму. Против солнца. О, а водичка-то. Хорошая водичка. Тут, кстати, песочек. О, я думал, да здесь камни. Вода-то не холодная. Вообще не холодная вода. Я думал, здесь камни, здесь песок. Так что кораллы и не понадобятся. А нету здесь. Ну, тут маленький. Ой, пахнет-то как. Зато йодом вообще шикарно. О, шикарно-прешикарно. Ну вот. И в этом году покупаемся еще в море. В следующем году эту неделю. В теплых краях будем купаться. О, власть-власть. Какой-то... Далеко не залазь. За буйки не заплывай. Да? Ты сказал, теплая. Так у тебя там мелко. Хоть бы ко мне тут не подошло. Море из берегов вышло после того, как ты туда залез. Говорю, все равно надо кораллы одевать, потому что там дальше камни-то большие. Ну а так, 20 градусов действительно вода есть. Купаться, конечно, долго не накупаешься, потому что все равно кажется, что прохладно. Ну а так-то вообще, кайф, наконец-то. Ну, грязно-матая вода за счет того, что все-таки шторм. Штормит. Ну, народу много желающих искупаться. Так что я думаю, еще покупаемся. Сегодня первый день, как мы прилетели. Я думаю, что температура нормализуется и будет достаточно тепло. Вон, Наташа уже загорать легла. Очень много людей загорает просто. Просто получают солнечные ванны и наслаждаются. Ну все, я сейчас сохну. Наверное, еще искупаюсь пару раз. Пока тепло. Ну и пойдем куда-нибудь перекусим. Поплавал я еще немного. В воде прилагаешь, кстати, очень быстро. И она, не кажется, что она прохладная или холодная. Вода точно такая же, как мы купались в июне месяце. На Яровом, кто видел, можете посмотреть. Один водой здесь. Народ вовсе купается. Самое главное, я считаю, что вода не холодная. Потому что ноги не сводят. Ноги не замерзают. В воде можно находиться очень долго. И это классно. Вообще и пахнет здесь очень. Очень четко. Мы в Крыму. Пардон. Мы в Сочи. Уходим. Завтра придем уже, наверное, на целый день здесь будем загорать, купаться. Да, Аташ? На целый день завтра приходим сюда. Надо тогда бутылки три вина взять. Я согласен. Но надо будет обязательно коралки взять, потому что без коралок все-таки здесь неудобно покупаться. Я вам возьму со пластиковых. Скажут, какая полкоголичная. Ты посмотри, здесь все так отдыхают. Все люди. А по-другому? Что еще здесь делать? Не Таиланд. Да. Я надеюсь, что завтра будет море поспокойней. Зато смотри, вон, какие яхтости вдалеке. Красота? Что ты говоришь? Спина. Да, вся у тебя соленая. Белая спина? Вся соленая. Не может. Народу. Я представляю, сколько здесь летом народу, да? Если сейчас куча народу, то летом здесь, наверное, вообще Анапа стайл. Все, выходим. Ну, что люди едят? Это Макдональдс. Ну, в самом деле. А, вкусная точка здесь рядышком. Вкусочка, да. Вкусочка. Дошли вот мы. А ты, говорит, не молодая. Ну, мы с тобой уже не молодые, деда Таша. Куда они у вас? Зачем мне там? Ладно, смотри, вот этот отель, куда мы хотели с тобой заселиться. Вернее, я хотел тебя заселить, но ты сказала, здесь будет шумно от этого мандарина. Здесь дискотеки, караоке и остальная хрень. Вот этот премьер называется отель. Стоит тоже, кстати, три. Ты же не премьер хотел. Нет, я хотел или сюда, или вот в Марморис, где мы сейчас живем. Ну, вот выбрали. Вот они где-то здесь ели. Марморис, да. Вот эти иркутчане вот здесь ели. Винон Фарма. Как называется? Куда же тебе? А, вот, бар Мидии, по-моему, да? Да, да, да. Можно будет сходить там, перекусить, в принципе. Пока я туда не хочу пошли. Так, мы сейчас идем с тобой куда? В хинкальную. В хинкальную идем. В хинкаре танцевали. Вот это. Отель. Да, да. Да, пошли здесь пройдем сейчас. Это как у нас на даче дерево. Мы купили с тобой новосибирский. Как оно называется, ты скажи? Пахнет. Пихта. Да, какой можжевельник какой-то. Да какой можжевельник, можжевельник. Пихта не будет пахнет в бане. У нас как называется на даче? Можжевельник. А. Ты что? Какой можжевельник? Мы купили с тобой на даче. Это вообще не то. Я думала, ты про веник, который мы пахнем. О, веник. То, что у нас растет рядом с бани. Дерево-то. А это вот туя вообще. Туя. Это тоже туя. Да не туя. Она и можжевельником пахнет. Это как веник мы парим. А похоже на туя. Пахнет, который запариваем, и он пахнет на чубань. Вон, смотри, ягуар какой стоит. 72-й регион. Хороший ягуарчик. А вот, кстати, перекрест. А мы с этой не уходим. Так это все. Мы с той стороны прошли просто и все. Мы обошли и сейчас идем уже. А, сколько вам у него хватит? Идем по улочкам Адлера и смотрите, какие здесь деревья. Красивые, растут вообще. Ну вот мы идем, 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 идем. Да, это. И вот, полюбившиеся нам в том году хинкали танцевали. А, вон, пошли за тот крайний столик, где мы в тот раз сидели. Давай спросим, а что вы ставите. Ну а что ж тут нет? Да, пошли. Пошли сядем. Что, на улице? Мы в футболках замерзнем. Нет. Обдадите, да? Давайте тогда. Пошли на то место, где в тот раз сидели. Короче, сегодня едим хинкали. Хинкали. Пиво и вино, что здесь едите? Хинкали вареные берем? Я вареные обязательно. Помнишь, когда за штучку мы когда брали, надо видео переспублировать. Посмотреть, сколько в тот раз стоило. Я уже забыл, если честно. Так, вот разбивное пиво есть. Где тоже пиво стоит? 320 рублей, 500 грамм стоит. Ну, более-менее еще. А что за пиво? Хинкали танцевали, светлые. Четыре с половиной, нормально. А, фирменный бланш еще есть. Я не знаю, что такое бланш. Темное есть еще какое-то. Какая-то традиционная. Одна штучка, 65 рублей. Я думаю, нам хватит. Вот, мы в тот раз так и брали. Не помню, сейчас посмотрю видео, сколько в тот раз стоило. И сравним как раз. Да, как стоило. И на пробу один с грибами, один с сыром попробуем. Четыре традиционные, один с грибами, один с сыром. Почему четыре? Мы хотели шесть взять. Ну, а вместе шесть получается. Нет, шесть традиционных. Ну, чтобы восемь штучек вышло. Тогда шесть традиционных, один с грибами, один с сыром. Да, с сыром и с грибами. Кемали и с сырцебели. Хорошо. Кемали из красный и зеленый. Зеленый, более кислый. Давайте красный лучше. Хорошо. Так, и два пива нам. Мы там посмотрим. Подскажите, вот пиво, вот хинкали танцевали светлое есть, а бланш, что такое бланш? Мальчик, а светлое не фильтрованное будет? Такой цитрусный. А, нет, не фильтрованное не надо. Мне не фильтрованное. Вам бланш. Может, есть свет в садоводстве? Есть. Есть в садоводстве свет? Ну. А позавчера мы были, не было. Еще позавчера мы прощались с нашим садоводством. На зиму имеется в виду. А сейчас уже, видите, уже в Сочи. Уже тепло. Здесь бы дачку себе поиметь, да? Было бы неплохо. Ну, вот и принесли нам тебе бланш. Чего еще не принесли? Пивко. Еще самого главного там принесли. Как в Таиланде, да, пробовали? Ну, подожди, еще успеем. А? Пробуем, пробуем. Давай? Давай, Чин-Чин с приездом. После венца как раз сейчас. Сейчас замерзим после пива. Ну, как тебе? Ум, вкусно. Ну, ну, прям медом. Прям медом, мед. Медом, медом. Сидим. А некоторые люди, Максим, представляешь? Такое хорошее пиво, кстати. А некоторые люди приезжают в Сочи работать. Деньги зарабатывают где-то, ладно? Нет, сюда только отдыхать. Неплохое светлое пиво, кстати. Ну, все равно, что же здесь ходит. Не плохо падает. Что падает? Если мы туда пересядем. Да нет, тут никакой грязи. Прямо подним. Смотрим. Ну, что тут, ну, не это нормально все? Все с полчаса. Ну, хочешь, давай пересядем. Нет, нет, просто я, ну, у меня. Все. Нет? Ну, ладно. Давай, пробуй. Вот вилочка. Давай. Не стесняйся, Наташа. Тетенька Ку-ку. Не, ну, такое ощущение есть, потому что, видишь, тут как бы сразу гостиница какая-то. Слышишь? Не очень. Фогра. Фогра. Орель. Ну да. Ну, так да. Скусенько. Подставка такая была раньше. Не, не, не надо. Не надо? Ну, давай поставим. Без подставки. Тогда просто эффектнее это выглядело, как бы. Так. Намного. Ага. Мы скошим срез. Ровный это традиция, зеленый это ссор. Все понятно. Спасибо. Спасибо большое. Будем пробовать. Не такие, думаешь? По-другому составлю. Ну, для этого, чтобы сравнить, надо что сделать? Съесть. Посмотреть видео. Макс, ну куда ты таранишь? Да я хотел посередине, посередке поставить. Тарелки большие. Ну да, с этой штучкой было бы намного удобнее пробовать. Так, зеленый это с чем? С сыром это мое. Твои традиции. Ох, почти. Как тебе надо за хвостик брать, кусать. Ну, я хотел переложить так. И вытекает все. Ладно, давай пробовать. Так, Наташа, ну я тогда тебя не жду. Сейчас выйду сам пробовать первый. Ой, с них течет. Ну, вкусные. Ну, так неудобно их есть. Они горячущие, пригорячущие. Слушай, ну да подождать, а ты сразу схватил. Так захотелось мне хинкали, сто лет не ели. Да и мы вообще, последний раз мы здесь и ели. Да, год точно не ели эти хинкали вообще. Дома-то у нас некая, кто-то вот. Пробуй. Ты пробовал уже? Ну и просто бомба. Ну, ты хоть какой-нибудь соус-то? Попробуй с ним. Нет? Соус используется, попробуйте. Дашь мне? Без соуса? Да, пробуй так. Ммм. Офигенно вообще просто. Кайф, например. Ммм. Грибы, грибы. Грибы, там какая-то то ли сметана, то ли подливка сырная, что ли. Ну, очень вкусно. Офигенно просто. Грибные зачет вкуснее, чем традиционные. Но, сразу говорю, очень калорийный, много не съешь. Штуки 2-3 максимум. Ну как? Это с сыром, да? Просто с сыром? Ммм. Так? С грибами вкуснее немного. Да, я попробую так. Сыр обычный. Обычный? А, тут вот, чисто сыр внутри. Один сыр. Нет, я не люблю такое. Да, но любите. С грибами? С мясом. С мясом. Свининка, говядина намного вкуснее. Извините, а грибы? Нет, грибы классные. Надо было в следующий раз, чтобы придем, грибов побольше взять. Включили нам обогреватель, потому что дело к вечеру и становится прохладнее. Так, Наташа еще не пробовала. Кто-то съедает последний кинталь. Какой последний? Крайний кинталь. Я не смогу. Здравствуйте, давай. У меня один грибной, за два кинталь. Ну и все, покушали мы. И счет у нас вышел вот такой. На 2550 рублей. Ну, это нормально, в принципе. Это нормально? Если бы ты еще пива поменьше пил? Всего-то 4 стакана выпила. Да это что? 2 ты выпила. Не, ну пиво относительно здесь, кстати, еще нормальная цена. Не 550 рублей, как мы там в Адлере в том году брали пиво. А где? Я что-то не помню. Когда был? Ну, когда первый раз, по-моему. Ну, я посмотрел видео предыдущее, кстати. Тогда, совершенно, год назад, совершенно другие кинкалии здесь были. Ты же видела сейчас, да? Ну, не совершенно, но они были другие. Другие. И мне показалось, в том году было вкуснее. Мне показалось, что изменилось состав теста. И в том году 55 рублей стоило? Да, все-таки. А здесь сейчас, получается, 65 рублей за одну штучку, такое классическое. Ну, ребята, очень вкусно, с грибами просто. Но мы еще здесь. Еще побываем здесь. Еще мы здесь барабулю попробуем. Еще тут барабуля должна быть? Я тебе, мы только зашли, я тебе сказала. Да ты чего? Барабуля. Я не замечал. 650 рублей 250 грамм. А, ну это очень дорого. Ну, что теперь, ничего страшного. Найдем в другом месте. Все, мы сейчас отправляемся к себе в отель. Сейчас зайдем в магазинчик, купим что-нибудь себе на вечер. И все, потихонечку будем двигать, потому что уже прохладно становится. Солнышко зашло и становится холодно. Я не буду ничего рассказывать. Ну, расскажи. Мы сейчас вот здесь увидели мышь. Она убежала. Не увидел, не запостил, значит, не видел. Не видел? Нет, но она была. Даже если и не было, она была. Вы видите суслика? Нет, но он есть. Малые. Ну, так вот. Здесь мыши бывают. Маленькая-маленькая, правда, мышка была. Ну, бывает. Значит, где-то есть большая мышка. Ну, да. Даже две больших. В каком Сингапуре, Наташа? Ты куда идешь? Я хочу посмотреть, что там случится. Мне кажется, нам вон туда налево надо идти. Короче, мы совсем заблудились. Опять придется включать телефон и смотреть, куда идти. Нет, ну, насколько я помню, надо в ту сторону идти. Мы там живем. Ну, если ты хочешь, давай посмотрим, что за красота здесь. Мы, перед живем там, идем туда. А вот эта... Не знаю, какая-то... Это церковь какая-то. Видишь, крест? А, вот она церковь. Ладно, короче, мы просто гуляем. По местному времени сейчас полшестого. Кибана, смотри, что она означает. Бело-розово-красный? Мне кажется, это просто пчелы, знаешь, когда делают свои улы. Бело-розово-красная овечка. Ты хочешь массаж? Да, я хочу. Ну, конечно, сегодня. Тайский массаж? Ну, пошли посмотрим хотя бы. Да, если вот пойти туда, то... Ну, пошли дойдем до моря. Ты не замерзла же? Замерзла. Замерзла? Да, конечно. Кстати, люди уже, смотрите, люди в кофтах все ходят, а мы до сих пор еще в шортах и футболке. Да ладно, в шортах многие ходят, но в кофтах. Причем я даже без купальных трусов уже иду, потому что они мокрые, я их снял. Я думал, мы до пляжа с тобой дойдем. Ты сильно замерзла? Опачки, может, мопед возьмем здесь в аренду, как в Таиланде, а? Бери. А может, такую маленькую штуку учить? Нет, давай мы по трезвому ее попробуем. Нет, надо, кстати, на ней учиться уже. Попробуй. Все, к этому идет, скоро машин не будет, бомбушанка и валенка. Вы поехали. С той стороны это сердечки. Да нет, это осы такие плетут себе домики. Иди сюда. Где? С той стороны осы, а с этой сердечки. А, по форме ты имеешь в виду? Конечно. Ну ладно. Так, шли-шли мы и нашли вот такое заведение. Фастфуд. Кофе, пиво, сувлаки. Короче, здесь булочки продаются. Пицца. Вот такая вкусняшка есть. Наташа, шашлык не хочешь? Шест, сто грамм, сто семьдесят рублей. Потому что ты есть не хочешь. Нет еды. Вот здесь нет еды. Чисто бухать? Чисто бухать. Нет, здесь вот покупаешь вот здесь. Там креветки даже есть. Сто грамм, четыреста рублей. Дофига. Ладно, пошли. Креветки не будем брать. Креветки у себя лучше. У нас креветки подешевле. Вот этот отель. Ну ты что, от полтана эти мы мимо шли. И сейчас дойдем до мандарина прямо. Ну вот, вход. Решили зайти еще в перекресток. Купить на пассажок себе венца. Молит, какие только коробочки. Давай, зайдем, посмотрим, что здесь. Ну тут хоть выбор побольше. Возьми мне оно со скидкой. Взбей гелт. Возьми мне оно со скидкой. Еще и не пробуем. Сейчас покажем. А тебе возьмем. Да. Что за вино? Ты раньше-то его помолил. А что попробовать? Оно старалась написано. Читай. Место происхождения Австрия. Австрийское вино. Ой, сушняк будет. Ну вот я тебе покажу. А оно сухое или сухое? Посмотри. Нет, я хочу только красное, полусладкое. Нашел я здесь крымское вино, но только мускат получается. Мадера крымская и все. Больше нет. Хотел мускатый черный взять, но, к сожалению, здесь его нет. Килы я вообще не вижу. Я не стала, да? Давай возьмем вот такую бутылочку. Вот, смотри. Ох, эрд. Отличная штука. Очень напоминает тайский ром. Сэнксон. Поэтому, я думаю, ты будешь его пить, нет? Нет, все, я здесь. Ты вино будешь пить? Хорошо, пошли тогда какой-нибудь типа пепсиколкой возьмем. Вот еще вино какое-то есть. А мне зачем вино? Ну, ты не найдешь здесь, надо искать его. Пойдем в Кусвилл. Ух ты, тут пепсиколка есть, Наташ. Я пепси возьму себе бутылочку. Решили еще фруктиков маленько взять. Но манго здесь точно нет, Наташ. Манго надо во Кусвилл. Пошли туда, да? Ну вот, взвешивай. Вот касса есть. Ну все. 99 рублей яблоки гала стоят. Будем заниматься самообслуживанием. Это... Я всегда вспоминаю уральские пельмени, как они... А это все для удобства? Точно, точно. Для вашего удобства? Да, сканировалась конфетка. Это все для вашего удобства? Для вашего спокойствия? Я не пойду уже все. Ну все, Наташа, опять-то лоханулась. Там скидка нарисована была. Ну, это, наверное, карточку надо иметь, чтобы скидку получить. Сейчас я у меня слышу. Все, затарились мы. Скажи форум. Оказывается, в Перекрестке есть скидка, то есть только если есть у вас карта. Да, если какая-то карточка есть, тогда только... Если карты нет, то кто? Ну, были классные люди, им респект, которые поделились своей карте. Поделились. Ну, вышло подешевле. Но, тем не менее, еще 2200 минусом. Выше на улицу, а здесь уже темень. И прохладные. Смотрите, какая темень уже. Все, сейчас мы переходим. Может, пустанет холодно. Давай возьмем какие-нибудь кофты. Как-то сходиться с ними, ничего страшного. Мы, тем более, уже подогрелись, так что нам без разницы. Сейчас через мостик, через этот, перейдем. И будем уже практически у себя в отельчике. Ну вот, мы на нашей улочке. Как там наша улочка называется? Немировича Танченко? Ну да, ну да. Мы, по-моему, в нашу улицу прошли. Это потому что следующее. Ну, то есть тут не так уж самолеты слышно. Точно так уж как было. Да, везде так же самое, да. Короче, мы облажались. Пошли не туда. Вот такие ценные на фрукте. Не мы? А кто? Здрасьте, а ты? Ты же со мной шла? Я не знаю, зачем ты пошел. Я не знаю, что я решила. Решил сократить и подумал, что мы должны открыть новые маршруты. Оказывается, здесь тупики везде. Так что возвращаемся обратно на набережную. Ну вот мы добрались к своему отельчику. Хворкой воняет страшно, конечно. Наш отель. Время нет, 7 часов еще вечера. Уже темень такая. Ну, если бы была подсветка еще внизу, вообще было бы тогда шикарно, конечно. Завтра заходим. Вот утюг где запомнил. На, можно здесь погладить вещи. Ух ты! Взвеситься можно. С пакетом-то, конечно. 97 килограмм. Фига себе, был 88 еще сегодня с утра. Ну а зачем ты пакет в руку взял? Что ты думаешь, что он такой тяжелый? Вот здесь чайничек есть, можно чай. Детская кроватка. Вот, вот еще утюг где, да. Кому надо погладить вещички. Ну и все, вот он наш 20 номер. Продолжение следует...